Всем привет! Меня зовут Ксения. И сейчас я покажу, как делать дизайн с помощью флока. То есть велюровый бархатный дизайн. Вот я на типсы уже нанесла. Получается такой мягкий и пушистый. Очень приятный на ощупь, очень интересный дизайн. В носке держится, все писали разные отзывы. Но последний раз я прочитала очень много хороших отзывов. Держится до трех недель. Смотря как бережно вы будете его носить. Итак, что для этого нам нужно? Нам нужен сам флок. То есть это велюр или бархат, я повторюсь. Называется по-разному. Выберите необходимый цвет, который вам понравился. Это не пудра. Дальше. Под цвет этого бархата вы выбираете гель-лак. Я взяла коди 76 номер. То есть флок у меня черный. И для этого я взяла черный гель-лак. Также вам понадобится обычный топ. И топ без липкого слоя, также для гель-лака. Вот у меня такой топ. Также понадобится щеточка. Нам понадобится шприц. Смотрите, сюда я уже засыпала флок. То есть мы открываем его, засыпаем аккуратно внутрь флок, чтобы он внутри был рассыпчатый. И я взяла тренировочную типсу, чтобы показать, как флок наносится на ноготь. Итак, процедура с натуральным ногтем у нас стандартная. Мы все очищаем, обезжириваем, наносим базу. Затем наносим два слоя гель-лака, который вы выбрали по цвету флока. И сушим в лампе. Напомню, что я пользуюсь гибридной лампой, так что мне примерно хватит 30 секунд. Потому что моя лампа сушит быстро и абсолютно все. В обычной же лампе сушим 1 минуту, если в LED, также 30 секунд. Итак, первый слой просушила, наношу второй слой. Также сушу в лампе 30 секунд. Если это гибрид, минуту, если обычная. И в принципе 30 секунд хватит в LED-лампе. Смотрите обязательно инструкцию, потому что не все гель-краски и не все гель-лаки сушатся именно 30 секунд в LED-лампе. Потому что я купила себе большой набор гель-красок 30 штук. И в LED-лампе просушивается от 1 минуты, а не от 30 секунд. Смотрите внимательно инструкцию. Теперь покрывайте натуральный ноготь после фона топом. Закрепляйте торцы обязательно хорошо. Далее, как просушили, наносите топ без липкого слоя. Сейчас я обычным топом не покрываю, который с липким слоем, а сразу делаю без липкого. Таким средним слоем, не сильно тонким и не сильно толстым. Теперь я беру флок, засыпаю еще чуть-чуть в шприц, открываю. И теперь смотрите, мы сейчас будем из шприца выдувать на пластину. То есть старайтесь не до конца опускать, а буквально до двоечки, до единички, может меньше, чтобы не придавить флок. Смотрите. Немножко встряхиваем, если флок утрамбовался. Вот, и выдуваем. Вот таким движением, не утрамбовывая флок. Старайтесь тщательно распылять со всех сторон, чтобы флок лег равномерно. Если флок утрамбовался, встряхиваем. Опять продолжаем. Старайтесь до конца не опускать. И так, я нанесла флок на непросушенный топ без липкого слоя. Смотрите, чтобы у вас нигде не было проплешин, чтобы флок покрыл полностью поверхность. Затем сушим в обычной лампе минут 10, чтобы все хорошо просохло. Да, долго, но это того стоит. Если у вас гибрид или LED лампа, просушите минут 5. Остатки флока я обратно в баночку убираю. Все делать аккуратно, чтобы у вас было меньше затрат. Почему я делала напыление именно шприцом? Потому что ворсинки должны именно вбиться в этот топ, чтобы они немножко торчали. И тогда получается вот такой пушистый ногтик. Так, я все хорошенько просушила, и теперь щеточкой стряхиваю лишний флок. Смотрите, мне красивый получился бархатный ногтик. Повторяю последовательность нанесения на натуральный ноготь. Сначала мы все обезжириваем, очищаем, покрываем базой. Затем делаем два слоя цвета. То есть выбранный вами гель-лак по цвету. Затем покрываем все топом для гель-лака с липким слоем. Просушиваем все хорошенько. Затем покрываем топом без липкого слоя. И затем на невысушенный этот топ мы наносим уже бархат. То есть флок. Наносим с помощью шприца. Кому что-то непонятно, пишите комментарии. Объясню еще раз. Сама этот дизайн я уже тестирую второй день на типсах, не на клиентах. Обязательно экспериментируйте сначала на тренировочных типсах. Я мочила такой дизайн и ворс не стирался, не смывался. Так что попробуйте и расскажите, что у вас получилось. Кому интересно, где я заказываю материалы, пишите в комментарии. Всем отвечу. Оставлю ссылку на флок под видео. Смотрится очень оригинально, очень круто. Кто делал такой дизайн, поделитесь своими впечатлениями. Мы с вами все обсудим. Может, кого-то разочаровал данный дизайн. Может, кто-то что-то сделал неправильно. А так, кому понравилось мое видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь. Следите за новостями. Встретимся в следующем видео. Пока-пока. Продолжение следует...